Здравствуйте! Вы смотрите телепрограмму Охота на рыбалку. Я ее, постоянный ведущий Сергей Бугаев. Сегодня хочу познакомить вас с рыбой, которую называют Барбус Кубаникус, Барбус Кубанский или Марена, а в народе за ней закрепилось прозвище Усач. И есть за что. Поговорить в этом фильме о том, насколько Марена хороша и услышать мнение других рыбаков, узнать где, чем и на что ее ловят. И на стрекозу. Ну, всеяден. Он всеяден. Вот он и есть поросенок, да? Да. Но зато он, если подошел, схватил все, он уже не бросает. Для этого отправлюсь в Верховье Кубани. Места, где потоки этой непредсказуемой реки слегка утихают. Берега из крутых, обрывистых, переходит в равнинные. Горный ландшафт, могучий и скалистый, находит гладкие, плавные линии, а холодная талая вода, все больше открытая солнцу, понемногу прогревается. Подводный мир, в котором господствовала форель, изменяется и обзаводится новыми, более теплолюбивыми постояльцами. Голавль. Подуст. Плотва. Конечно же, марена, то есть усач. У местных рыбаков он пользуется необычайной популярностью. За свою осторожность, хитрость, силу и вкусное мясо. И, может быть, своеобразную красоту. Начинается лов усачей в начале лета. Во время цветения калины и бузины, а бузина в этих местах растет повсеместно, марена проявляет первые признаки настоящей активности после зимней спячки. Это приметили рыбаки за многие годы. Хочется этим воспользоваться, и мы это сделаем. Верховье этой реки, это не только сама красавица Кубань. Это ее, не менее прекрасные, притоки-оттоки. И мы на них обязательно побываем. В районе города Черкеска, где я нахожусь, самым близким является созданный руками человека замечательный отток Кубани Большой Ставропольский канал. С него и начнем. Посмотрим, как там обстоят дела по интересующему вас к высочинному вопросу. Ну, такого, наверное, отпустите, да? Конечно. Давайте отпустим его, конечно. Сейчас аккуратненько снимем. Между делом мы познакомились. Рыбака, как и меня, зовут Сергей. Я его попросил, и он охотно похвастался утренним уловом. А там мелочь. О, посмотри. Пискарики. Да. Пискарики прям такие хорошие, достойные, да? Вот оно еще такое. Бубари. Да? Да. Прямо настоящие бубари. Ну, все-таки, как они похожи, да? Усачи-пискарь. Вот чем-то они да схожи. Вот крупный попадается, ну, вот так это, сантиметров 15. Такое ощущение, как будто это усачи. Ну, близкие, очень близкие. Вот Витчика вот здесь. Маленькая. Хе-хе-хе-хе. Пискарики тут. Вот много. Может так положить. Угу. Вот, когда канал большой идет, то мы под лещу кинемся. Ну, туда не проедем. Я один раз туда попал, мы с ночелкой поехали. Да. Ну, кусочки у вас, смотри, крупные, да? Нарезку большую делать, да? Да? Да. 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 Если кусочки колбасы недостаточно твердые, и в процессе ловли рыбы плохо удерживается на крючке, их некоторое время удерживают на солнце, чтобы подсушить. Хищники. Ну, вроде и хищники, да? Да. Ну, значит, колбаса хорошая. Да. Раз они находят что-то здесь, да? Я не ехать. Рыба колбасу эту ест. Понятно. Ну, животный мир не обманешь, да? Да. Правильно. Раз они эту колбасу кушают. Это о чем-то говорит? Хороша колбаска, значит. Как сказать? Ну, подалась крупная. Вот эффект. Это какая? Не знаю. Не видел. На дыму сел где-то, ну, килограмм из ползательства. Ну, здесь он поскользнулся, вывернулся. Даже хруст не показали? Не, видел я его вот так где-то. А, усачь? Да. Вышли на воду, наверное, да? Только от груза. Сергей открыл небольшой секрет. Самодельное приспособление для безболезненного извлечения крючка из воды. Расклепал простой электрод, расклепал напильником. Ножолка чуть напильником подточил, точат на это самое. Ну, не сложная вещь, да? Нет, не сложная. Очень легко делать. Опять сюрприз? Да. А что там попало? Кряля. У вас получается 50 грамм груз, да? Да. Так. Ниже? Ниже груза. Ну, полоток, да? Да, и выше чуть-чуть. Сантиметров 30 длиной, так ли? Да. Да. На плетенке. На плетенке. Это плетенка. Да. Крючок какой, семерочка, да? Семерка. Семерка. И здесь у вас получается выше грузика, да? Сантиметров через 35, да? 40. Еще один поводок тоже сантиметров 25-30, да? Да. В общем, один поводок выше грузика, а один ниже, да? Все, понятно. И вот он ловится один раз на нижний крючок, другой раз на верхний. Бывает, сразу лово хватает. Я вот приехал, когда вот только начал ловиться, за один раз два крючка захватил, и нижний верх поднял. Вот. Я сам любил захарный хаву. Клюнуло? Кубани он не такого цвета, здесь светлее Кубани он чуть темнее Хорошенькие, да? Ну вы таких отпускаете, да? Да Симпатяшка Он зацепился тоже хорошо Да, это хорошо зацепился Хорошая зацепила Ну без ранений, да, в принципе, останется он, да? Да, в принципе, ему ничего не будет Аккуратненько снять, выпустить Хорошенький Все, то отпускаем? Да, да Плыви, братишка Все, поплыви Расскажите про эту удочку Как вы говорите, сколько лет? Лет тридцать, наверное Может даже больше Первая удочка моя Я ее купил на рынке В аккуратном отношении, да? Сколько удочка может работать? Немного зависит от самого власти Немного зависит от самого власти А что она в своей жизни повидала? Много Легендарная удочка, да? Да Наша отечная Да А до импорта не было Красавица Чуряки не большие, да? Нет Ну какие там попадают Но в основном, если не очень большие Красные Яркие Сочные, да? А плывок против течения пошел Клюет Видно с икрой, да? Да, с икрой в плато Сергей немного ошибся Очень похожая на плотвичку Но все же это верховка Да У вас боевой комплект Две закидушки и одна удочка подвалачная, так? Да С двумя крючками, да? С двумя крючками Да С двумя крючками Там два крючка и здесь по два крючка Мне нравится И вы таким образом ловите из года в год, да? Да Потому что другой раз можно попробовать и на червя Прицепил червя, а другой мотыля прицепил Или там хлеб Что-то прицепил другое Вот начинает клевать На что клевать начинает? На той ловить надо Ощущение вот как будто этот Чудовище какое-то Лохнецкое И оно еще так на волнах качается Показывают в другой раз вот в этих фотографиях Что вот так отпереется сам А оно на волнах качается, как будто живое Вот уже из тех, которых вы берете, да? Да Этот уже можно брать Это хорошенький Вот как змея, да? Да, оно чем-то и напоминает А зацепился на самый краешек, да? На самый краешек, да Красавчики Красавчики Все Крыльца Бойкий Хороший, правильно? Мальчик? Нет, это самка Днем брался Теперь вечером уже Сергей Николаевич Спасибо за то, что поучаствовали Спасибо и вам Показали нам Как вы ловите усыча на колбасу Спасибо Вам удачно Прибала к дальнейшим Спасибо Я думаю еще раз Не раз увидимся Сегодня дождь гремит Поэтому надо быстренько-быстренько Успеть что-то домой попасть И вам хороших фильмов Спасибо До свидания До свидания В этом фильме я попытался показать на что ловят усычей то есть марен на Большом Ставропольском канале Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok